31 декабря Встала на фоне ёлки, чтобы было более празднично Кстати говоря, ёлка в этом году у меня очень красивая И потратила на неё и не очень много денег И меня это очень радует Сегодня 31 декабря И это значит, что работы всё так же много Во-первых, надо упаковать подарки Потому что, конечно же, они будут упаковываться в последний день Перед тем, как их дарить Это классикс Во-вторых, больше ничего не надо делать Потому что всё остальное это опционно Сегодня праздник и нужно наслаждаться этим праздником Зашла, значит, недавно с мамой в Зару И купила себе просто божественный пиджак Который я даже не могу назвать жакетом Потому что он похож на мужской пиджак Хотя покупала его в женской секции Он оверсайз, очень оверсайз, чтобы вы понимали Очень классный И к нему я купила две футболки Одна выглядит вот так Когда ты нашёл классный аутфит, но его нет в наличии Как бы жизненно У меня раньше такая проблема была с размерами И белая футболка, классическая Жизнь может быть и не идеальна Но зато у тебя идеальный аутфит Согласна, я живу по такому принципу Да начнётся упаковывание подарков В этом году у меня есть две классные бумаги Которые, очевидно, купила мама Потому что я ничего не успеваю Первая с пингвинятами и прочими животными Очень классными А вторая со свинюшками Потому что год свиньи как-никак Первое, что мне надо упаковать Это то, что я, конечно же, не взяла Это подарок, который буду дарить я Это проигрыватель для виниловых пластинок Виниловый проигрыватель, в общем, это так называется по-русски Ценника вроде нигде нет Значит, можно Папа, вскрывай, пожалуйста Алина Красота Мега Тридцать первое число и первое уже прошли Я наконец-то отошла от этого праздника Потому что легла я тридцать первого в восемь утра И я не могла ничего делать Ещё целое первое Вот второе я помонтировала видео И позанималась какими-то делами И только сейчас, к третьему числу, я пришла в себя И ощутила, что такое жизнь Поскольку на канале делаю я то, что хочу и как я хочу В прошлом видео были итоги А сейчас, мне кажется, будет актуально поставить цели на 2019 И это меня заставит помнить о том, что я обещала что-то не только себе, но и вам Поэтому, наверное, я буду выполнять их более ответственно Да и, в принципе, в этом году я более ответственно подошла к постановке целей Они адекватнее во много раз Они более выполнимы Они без наивных каких-то заблуждений, которые были в прошлом И они более важные для меня, чем прошлогодние Потому что, признаться честно, в 2018-м я их высасывала из пальца Лишь бы создать себе какой-то список Сейчас их набор не такой уж и большой Я даже не знаю, сколько их Потому что я их делала в формате bullet journal Это то, что действительно, наверное, важно для меня будет в этом году Начнем с целей, связанных с техническими моментами И с каналом, и с инстаграмом Это то, о чем я говорила в прошлом видео 30 тысяч и 10 тысяч подписчиков, соответственно, на ютюбе и в инстаграме Эта цель уже выглядит намного более логично Поэтому, возможно, мне удастся выполнить ее Хотя, я думаю, даже невозможно, а просто удастся Начать разбираться в искусстве Понятие очень обширное И даже сама для себя я не могу это определить Наверное, подразумеваю под этим одну простую вещь Это больше уделять искусству на досуге Немножко больше разбираться, может быть, в течении каких-то Ходить на выставки и, не знаю, культурно обогащаться, если это можно так назвать То есть корень состоит в этом Потому что в последнее время мне очень нравится искусство И мне нравится на него смотреть Но я ничего о нем не знаю Я не помню уже ничего со времен Олимпиады по НХК На которые я очень даже успешно показывала себя и выходила на регион Ну, вот, надо бы это как-то восполнить Выработать свой стиль Это в плане одежды Потому что в последнее время я постепенно прихожу к тому, что мне нравится Я создаю себе базовый, достаточно капсульный гардероб Я придерживаюсь каких-то определенных принципов построения своего гардероба Вот, и я хочу продолжать этим заниматься, чтобы в 2019 году выглядеть хорошо Потому что, допустим, первые два курса университета я выглядела хорошо исключительно в начале осени и в конце весны И когда было очень мало пар и учебы, и, по сути, можно было как бы расслабленно себя ощущать Воскресить свой французский Намного более реальная цель, чем начать учить какой-то новый язык И чем даже поднимать свой итальянский И французским я занималась 6 лет в школе Занималась очень плохо, поэтому я могу понимать, что мне говорят на французском И понимаю достаточно много, даже при высокой скорости речи Но я не могу ответить абсолютно Я не помню ничего Я помню вот такое вот количество вещей И поскольку итальянский очень похож на французский У меня накладываются очень многие вещи И я не могу уже вспомнить слова Допустим, видеть у меня очень меняются То есть, типа, ведеры в итальянском Регерде во французском У меня это очень все запутано У меня есть даже учебник дома И нужно просто заняться этим на досуге Чисто для того, чтобы у тебя было приятное чувство, что ты помнишь французский Быть добрее Этот вопрос возник где-то в середине года А может быть даже в начале года Потому что из-за того, что у меня были постоянные недосыпы Я жила в диком стрессе, который, признаться честно, создавала себе сама Я стала намного критичнее относиться ко всему И я стала намного злее, чем была раньше Чем была года два, года три Конечно, я это связываю не только с конкретно стрессом и недосыпом А еще с тем, что я начала жить взрослой жизнью Я окунулась в совершенно другой мир Не просто школьный мир, куда меня привозили на машине и забирали на той же машине А вот как бы в ту планету, на которой реально люди живут И это было для меня неким стрессом и шоком Поэтому, видимо, я как защитную реакцию выбрала для себя какое-то негативное отношение Что очевидно Защитная реакция в 99, наверное, процентах случаев Это негативное какое-то отношение Следующий важный для меня пункт Это заняться активизмом Я в феминизме с 2014 года В 2014 году я набрела на тогда еще не очень популярный блог Тони Лаждана В общем, компания, наверное, одних из первых феминисток, активисток из СНГ Вот эти вот ребята и ребятессы оказали на меня очень большое влияние Поскольку у меня есть шанс говорить немного громче, чем другие люди И под этим громче я подразумеваю свой канал на Инстаграм Я хочу пользоваться этим и я хочу направлять это все в нужное русло И популяризировать феминизм, рассказывать о том, что это такое И помогать людям бороться с какой-то стигматизацией этого движения И вообще давать понимание, что же это такое Потому что очень многие люди заблуждаются и думают, что феминизм — это исключительно о работе Равной заработной плате, право голоса у женщин Что как бы вроде бы уже есть в современном обществе Но многие даже не предполагают, что это все сидит намного глубже Это все относится к домашнему насилию Это относится к отсутствию прав у девушек с самого раннего возраста во многих арабских странах К ранним замужествам и прочим вещам, которые очень деструктивны для, в принципе, женщин Петербург написано одним словом без объяснения Я хочу хоть куда-то съездить Отличное желание, но дело в том, что в Петербурге, если не ошибаюсь, будет видфест Я не помню, когда проходят вот эти полублогерские фестивали Один в Москве осенью, один в Петербурге весной Вот я хочу поехать на тот, который в Петербурге весной в качестве блогера В общем, для того, чтобы быть не гостем, а именно приглашенным, тебе нужно 15 тысяч подписчиков К большому счастью, у меня уже есть эти 15 тысяч, и я хочу поехать туда именно так Но это тоже такие пространные цели, не знаю, получится ли у меня Стать председательницей Председательницей комитета, желательно английского, конечно, желательно Точно английского, я не пойду на русском председе, потому что я не знаю русских формулировок Это связано с моделью ООН, и я очень хочу заняться этим в следующем году И логичнее было бы написать это как отсылку к 2020-му, когда будет следующая модель ООН Наша, гемошная, на которой я смогу быть председом, потому что в 2019-м я буду только эксперткой Популяризировать модельное движение Все о модели, все о том, что я люблю Я считаю, что модельное движение в том виде, в котором оно сейчас существует Это не то, что нам хочется всем видеть, тем людям, которые любят модель И со мной согласны, согласно достаточное количество моделистов об этом Я знаю, как выглядит модельное движение в Америке И я очень много про это читаю Я сижу на их форумах, я сижу в Tumblr на их конкретно всяких блогах Как они обсуждают это все, как это круто У нас в России модельное движение со временем обесценилось И оно стало восприниматься как шанс пробить пары, пробить уроки Почувствовать себя взрослее, если ты школьник Просто посмотреть, что это такое, если ты студент И у него пропала какая-либо вообще формальность И какое-либо осознание у делегатов пропало, что это не просто какая-то игра Это не просто непонятное что-то Это действительно научная конференция, которая дает тебе много возможностей себя разбивать К большому сожалению Вы это можете заметить как минимум потому, что на конференцию Процентов 35-40 ребят приходит не в официальном стиле И вообще в джинсах и футболках Что они есть нормально И я бы хотела, чтобы это движение стало таким, каким я его вижу в Америке И поскольку, опять-таки, у меня есть какой-то голос У меня есть 20 тысяч вас и 5 тысяч с половиной вас же в Инстаграме Я могу это делать, и это очень круто Готовится Кайлз Я вам тут недавно говорила, что не вижу смысла сдавать международный экзамен Потому что он мне ничего не даст В последнее время я подумала Вообще, я очень много начала думать насчет магистратуры Насчет того, что я буду делать дальше И какой бы путь я ни выбрала, мне нужно каким-то образом сдавать дополнительные вступительные испытания в магистратуру С одним я определилась точно, я буду поступать в МГИМО и только Я не буду подавать ни в один другой университет Я буду подавать только в МГИМО Конечно, никогда не говори никогда, но это мой настрой Вот такой четкий настрой И когда ты сдаешь ДВИ, тебе нужно сдавать экзамен по языку Так как у меня первый английский, соответственно, мне нужно сдавать первый английский первой кафедры Я не готова к этому страданию Хотя, может быть, и готова, но не знаю Если я хорошо сдам ГОС На пятерку, возможно Я перезачту этот экзамен За вступительные у нас так можно сделать Если нет, то я буду использовать свой результат IELTS Который я хочу сдать в следующем феврале Поэтому весь этот год мне нужно подготовиться, чтобы его сдать И, если что, пересчитать И посмотреть вообще, какой у меня будет балл И есть ли смысл его потом пересчитывать Короче, это все очень сложно В общем, готовимся к IELTS И следующий пункт с этим связанный Определиться с магистратурой Я все еще не знаю, что я буду делать после учебы То есть, какое направление я выберу Более частное Хотя, назвать нефтяные компании государственные частным сложно Но вы поняли Либо это что-то связанное с энергетикой Либо это государственная служба Либо это вообще что-то другое И работа за рубежом в ООН И прочее, прочее Чтобы понять, куда мне поступать в магистратуру Мне нужно определиться, какое направление я рассматриваю первостепенно И вот в этом состоит сейчас сложность С этим мне предстоит разобраться за целый год Чтобы уже тогда в середине следующего Начать готовить документы Если я собираюсь подавать куда-то за рубеж Ну и, в принципе, вот такие вот формальности Написала не транжирить деньги Просто как напоминание себе о том Что, Арина, ты, конечно, зарабатываешь молодец Но это не значит, что нужно все проесть Перечитать Гарри Поттера И не просто оставить его на полке Жизненно Потому что обычно все книги, которые у меня есть Они лежат тупо на полке И Гарри Поттер сейчас не исключение Мне его подарили на день рождения И я бы очень хотела его прочитать на английском А не просто радоваться, что он у меня есть Пока что последнее в этом списке Это сдать на права Это вещь, которой я уже занимаюсь Это вещь, которая дается пока сложно Потому что я никогда в жизни не сидела в машине за рулем Даже на автомате А учусь я на механике Вот, конечно, за весь этот год я уверена, что я сдам права Но хотелось бы это сделать до весны Просто потому что сейчас есть время И очень хочется завершить это все Мне кажется, строить планы — это хорошо Они очень редко сбываются Но, по крайней мере, это задает направление движения В котором тебе нужно будет выстраивать свою работу Ты знаешь, что ты хочешь от себя Ты знаешь, что ты ожидаешь от этого года Я надеюсь, что вам было интересно провести это видео со мной Очевидно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие пост Подписывайтесь на канал И если вам понравилось это видео, вы знаете, что там внизу вы его можете оценить Если хотите чуть больше меня видеть, то вы можете подписаться на мой инстаграм А если не хотите, то это нормально Я тоже иногда себя не хочу видеть А пока что спасибо большое за просмотр И до встречи в следующих видео в следующем постмосе через день Пока-пока